Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с официальным визитом в Казахстане, в рамках которого состоялись переговоры с его казахстанским коллегой Касамжом Артокаевым. Ну а после переговоров два лидера выступили с заявлениями для прессы. Итак, какие-то темы были в центре внимания переговоров лидеров двух стран, расскажет моя коллега Эльмира Мусазаде. Эльмира, добрый вечер. Тебе слово. Продолжается визит президента Азербайджана в Казахстан, в столицу Астану. И вот сейчас мы находимся у здания экспоцентра, где президент Азербайджана проводит очередные встречи. До этого состоялось открытие улицы имени Гейдара Алиева. Это именно то мероприятие, которое анонсировал еще в августе 2022 года президент Казахстана Касамжом Артокаев, когда он находился с визитом в Азербайджане, отметив действительно большой вклад, который внес общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в развитие двусторонних связей, в укрепление тюркского мира. Сегодня казахстанцы отдают действительно дань памяти этому выдающемуся политическому деятелю. И, безусловно, открытие улицы имени Гейдара Алиева, открытие важного проспекта, это показатель того уважения, дань памяти общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. И сегодня, в том числе, выступая на церемонии открытия улицы, лидеры двух государств Азербайджана и Казахстана говорили о важности укрепления такого взаимодействия, о том важном вкладе, который Гейдар Алиев внес в то, чтобы сегодня эти страны, наши страны, действительно были сильны, развивались и брали курс на развитие, укрепляя свою независимость. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что Гейдар Алиев пришел к власти в достаточно непростые годы и делал все возможное еще до обретения Азербайджаном независимости. Во время существования Советского Союза делал все возможное, чтобы Азербайджан развивался, чтобы действительно важные проекты реализовывались. И затем, когда уже Азербайджан обрел независимость, это были сложные годы для государства, однако Гейдар Алиев прикладывал все усилия для того, чтобы страна вышла на путь развития, для того, чтобы остановить гражданскую войну, которая велась, для того, чтобы остановить сепаратизм, который тогда поднимал голову и действительно был в самом разгаре. В 90-е годы Армения оккупировала более 20% азербайджанских территорий. Сейчас же мы видим, что Азербайджан развивается, Азербайджан укрепляет с каждым годом свою политическую мощь. И в том числе взаимодействие с такой важной страной Центральной Азии, как Казахстан, взаимодействие по различным вопросам, различной повестке, политической, экономической, транспортно-логистической, и, условно, показывает ту важную роль, которую сегодня Азербайджан играет, будучи мостом между Востоком и Западом, помогая действительно соединять различные культуры и различные цивилизации, помогая делать экспорт товаров из различных континентов в достаточно более простой, легкой и более дешевой форме, благодаря как раз-таки своим логистическим возможностям. Об этом сегодня говорили очень много, подчеркивая, что есть потенциал для развития такого сотрудничества, для развития взаимодействия. Если первый визит президента Азербайджана независимой страны в Республику Казахстан состоялся в 1994 году, тогда с визитом Республику Казахстан посещал Гейдар Алиев, и именно тогда были заложены контуры того взаимодействия, которое мы видим сегодня. Это сотрудничество в энергетической, в транспортной и в цифровой сферах. И именно все эти сферы сегодня полномерно реализуются. Мы видим усиление сотрудничества, углубление взаимодействия. И вот очередной визит президента Азербайджана в Республику Казахстан как раз-таки показывает, что такие связи будут углубляться и вплеть. И у сторон есть достаточно амбициозные цели – вывести товарооборот до 1 миллиарда долларов. И, безусловно, это очень важный показатель, который говорит о готовности двух стран взаимодействовать и еще более расширять сотрудничество. Было подписано несколько протоколов сегодня. И, как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сегодня характер отношений между Азербайджаном и Казахстаном носит именно стратегический, именно союзнический характер. Это очень важная и новая веха в истории развития двух государств, которая, как сегодня отметили, будет увеличиваться и впредь. Ну что ж, спасибо большое, Эльмира. Я напомню, что на связи со студией «Застаны» была моя коллега, специальный корреспондент Эльмира Мусазаде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!